Всем снова привет! Перебирал там свои вещи и наткнулся на такой вот аппарат. Решил сделать по нему обзор. Аппарат довольно неплохо сохранился, работает по сей день. Название у него Nokia 6600, то есть это смартфон на платформе Symbian. Как мы видим сделан он в Финляндии Made in Finland, модель 6600. К нему еще в комплекте у меня есть карта памяти оригинальная тоже. На 32 мегабайта всего лишь. Но в то время это было неплохо Made in Korea. 32 мегабайта. Хоть ты смартфон, но mp3 файлы воспроизводить к сожалению не умеет. Так ставим сим-карту. Сим-карта уже кстати не рабочая. Но без сим-карты он не включается. Аккумулятор такой, но он походу не родной. Он оригинальный, но киевский. Бл-4С. Тут по-моему должен стать Бл-5С. Но с этим аккумулятором он работает. Просто он может быть послабее. Ну хотя вроде как встает как родной. Ну и крышечку закроем. Крышка сидит довольно плотно. Включим его. Я его подзарядил. Сейчас он наверное будет просить настроить время. Аппарат довольно старенький. Пока грузится расскажу. То есть время когда он появился это где-то середина 2003 года. То есть получается аппарату уже практически 11 лет. Сейчас пароль. практически 11 лет и он до сих пор отлично работает. До боли знакомый звук. Но дату мы не будем настраивать сейчас. Просто нет смысла этим заниматься. А как ее сбросить? Вот так. Ну вот сама менюшка у него такая довольно простая стандартная симби. симби. Симбиенская. Стандартное меню симбиен. Платформа. Вот так наверное будет проще. Выговорить. Сейчас он загрузит. Ну вот здесь у меня правда на английском языке и главиатура. Без русского. Ну какой уж есть. Календарь, сообщения, контакты, то есть он умеет снимать видео. Хоть и конечно в очень маленьком разрешении, но все таки умеет. Камера здесь, камера среднего качества, я думаю где-то 1,3 мегапикселя. Не буду, не буду врать, извиняюсь, 0,3 мегапикселя здесь камера. Я сейчас глянул в подсказку, 0,3 мегапикселя. То есть такая не очень-то мощная. Но для 2003 года нормально. 640 на 408 с камеры снимает. Удобный здесь джойстик. Который до сих пор очень четко работает. То есть в аппарате есть GPRS. Wi-Fi конечно нет. Bluetooth есть и инфракрасный порт. В то время это было распространенное явление. Инфракрасный порт в смартфонах и в телефонах. С помощью него передавали люди файлы, картинки, мелодии и так далее. Конечно не очень быстро, но все таки он работал. Вес у этого аппарата. Он как бы так вообще немного весит. Если Nokia 3310 весит, насколько я помню, 133 грамма, то этот аппарат весит 122 грамма. То есть такой... Ну не сказал бы, что это тяжелый. Не тяжелый, обычный. Могу сказать размеры. Размеры у него 108,6 на 58,2 на 23,7 мм. То есть такой довольно толстенький, но очень удобно лежит в руке. То есть пользоваться им крайне удобно. Очень четко нажимаются кнопки. Четко нажимаются кнопки. Просто вообще... Видно, что аппарат сделан очень качественно. То есть вызывает только положительные эмоции. Хочется даже сейчас им пользоваться. Их с таким кирпичиком походить. Да, в принципе, а почему бы и нет? Сейчас многие телефоны, которые продаются по сей день, ну и из недорогого сегмента кнопочные, во многом, я думаю, будут уступать этому аппарату. Я предпочел бы ходить с таким аппаратом сейчас. Если был бы выбор, либо купить новый, современный, но из самых дешевых, или вот ходить с таким. Я предпочел бы, конечно же, эту Nokia. С новым аккумулятором, я думаю, она прослужит еще лет 10. А может и больше, если нормально за ней ухаживать. То есть операционная система здесь стоит, как я уже говорил, Symbian 7-й версии. Платформа 60 и 20 языков в меню написано. Одновременно можно использовать английский и два дополнительных языка. Процессор здесь, кстати, RM9 104 МГц. То есть, конечно, по нынешним меркам слабенький процессор. Но все-таки аппарат имеет 6 МБ встроенной памяти, ну и плюс 32 МБ карта памяти, как я уже показывал вам ее. Потом, что здесь еще про него написано. Путного. Ну, 24-голосная полифония. Кстати, довольно неплохо звучит. Как я говорил уже, MP3-файлы он не воспроизводит. Это, конечно, минус. Что здесь из коммуникаций есть? То есть, WAP 2.0, инфракрасный порт, как я ожидал, Bluetooth 1.1, 1.1, GPRS. Ну, e-mail протокол можно использовать. Синхронизация с компьютером, по Bluetooth или файкрасному порту. Ну, органайзер здесь, конечно, часы. Понятное дело, калькулятор, конвертер валют. Органайзер с поддержкой событий различного типа. Установка напоминаний можно как бы делать. Диктофон, список дел, плеер, видеопроигрыватель, Real Media, который воспроизводит 3GP. Файлы, фотоальбом. Загрузка его приложений. Моно-аудио плеер. Не знаю, правда, вроде как MP3 не воспроизводит, но что-то там моно-аудио плеер какой-то. Ну, игры, конечно. Конкуренты у него были в то время, насколько я помню. Это, по-моему, Siemens. Как модель-то называлась. У него кнопки еще вот так по бокам шли. SX1. Да, SX1 Siemens тоже смартфон. Не помню, на какой платформе он был. Может быть, тоже на Simbi. Но не буду говорить. По-моему, на Simbi он был. И какой-то Sony Ericsson был. Тоже такой навороченный. Он, конечно, по-моему, по-дороже стоил. То ли P900 или P9000. Тоже не помню. В то время еще были просто телефоны популярные. Такие, как Siemens. Насколько я помню. CX65, S65, M65. То есть такие. С довольно большим экраном они были. TFT. Тут, кстати, экран тоже. По технологии TFT сделан. Разрешение 100. Так, уже забыл. 100 с чем-то на 200 с чем-то. Здесь будет написано. 65 тысяч цветов. Ну, как я уже говорил. 176 на 208 точек. По тому времени, в принципе, неплохое разрешение довольно. Не зернистая. Приятный экран. На солнце особо так не высветает. Ну, вот тут, кстати, да. И здесь напишу, что конкурирующие аппараты. Siemens SX1 и Sony Ericsson P800i. P800i. Кстати, я припоминаю, множество было похожих на этот аппарат тоже Nokia. Только, в принципе, корпус они меняли, а начинка, по сути, оставалась почти что неизменной. Но этот корпус, мне кажется, самый удачливый. Мне просто он очень в то время нравился. Конечно, он был не дешевый на то время. Не из самых, конечно, дорогих, но... Не дешевый аппарат. Дороже стоил, по крайней мере, Siemens SX1. Но Siemens SX1, чем он был плох? Тем, что он был ужасно собран. Здесь вы берете, он четко, никаких скрипов. Он действительно как монолитный кирпич, как камень. А когда брал в руки Siemens SX1, он весь как-то скрипел. И кнопки какие-то... Ну, качество во многом уступало этому телефону от Nokia 6600i. Sony Ericsson я вообще не помню. В руках я его даже и не держал. Были какие-то с T90. Я же не буду врать, не помню, какие в то время были Sony Ericsson. Это просто было 10 лет назад, даже больше. Поэтому тяжело все вспомнить. Кстати, зарядное устройство для него не нашел. Пришлось... Так вот, спаял термоусадкой. Нашел только штыкер толстый. Ну, и, в принципе, работает, заряжает. Это не родной зарядник, но... Главное, что процесс идет зарядки. Что еще можно об этом телефоне рассказать? То, что много... Много под него было всяких приложений, так как это 7-бен, под 7-бен писали раньше много всяких. Всяких разнообразных игр, приложений. Сейчас, конечно, мне кажется, уже вряд ли что-то можно на него поставить или найти. Из минусов этого аппарата, я думаю, аккумулятор не очень долгоиграющий. И... Ну, нету, конечно... Ну, в то время это частая такая проблема. Нету выхода 3,5 мм. Насколько я понимаю, я, конечно, уже подзабыл, но я не могу найти здесь FM-приемник. То есть, может быть, сейчас найду его. Тут, кстати, предустановленные программы уже были с завода. Принтер. Управление принтером. Опера. Опера мини. Это как бы типа пульт, который ко всем подходит устройствам. Ну, через инфракрасный порт можно было его использовать, как обычный пульт, например, для телевизора. Не знаю, мне кажется, FM-приемника здесь нет. Я вот не помню. Ну, вот диктофон. Кошелек даже есть. Записная книжка типа память, часы. Да, конечно, это тоже можно записать в минусы. Отсутствие FM-приемника. Сейчас посмотрю еще, что про него пишут. Правда ли нет здесь FM-приемника. Но... Похоже, нет. Я лично не вижу в его описании. Сейчас вот смотрю. Я не вижу, чтобы было здесь что-то написано про FM-приемник. Тоже как бы минус. Но, как я уже говорил, еще 3-5 миллиметров нет выхода. То есть обычно наушники не подключены. Но, в принципе, они здесь, получается, и не нужны, раз FM-приемника нет. Радио не послушайте. Это, конечно, странное решение. Ну, и... То есть слот гнездо для зарядки. Это гнездо, я так понимаю, для... Не знаю, если честно, как его подключать к компьютеру. У меня не сохранились ни кабеля, ничего не сохранилось. И как его подключать к компьютеру, я не знаю. Здесь это либо для гарнитуры, либо через этот вход он и каким-то образом обменивается данными с компьютером, синхронизируется. Или же где-то внутри надо смотреть. Ну, ладно, не буду сейчас выключать его, в принципе, это не так важно. Кто захочет, он, наверное, знает. Камеру давайте включим, посмотрим. Вот такая камера. Камера 8 мегапикселей, автофокус. Шутка, конечно. Иногда бывает по привычке хочется нажать на экран после сенсорного аппарата. Ну, в принципе, к кнопкам тоже быстро привыкаешь. Иногда некоторые вещи удобнее все-таки делать на кнопках, потому что хотя бы ощущаешь их. И иногда механические кнопки мне нравятся больше, чем, например, сенсорные что-то. Меньше вероятность нажать что-то не то. Может быть, конечно, я просто... Большую часть жизни с телефоном я проходил, конечно, кнопочным, кнопочным, как сейчас говорят. Поэтому, может, у меня и осталось такое виденье. Что еще об этом аппарате можно такого сказать? Можно посмотреть... Ну, тут игры, в принципе, встроенные такие. Сейчас посмотрим. Games. Кстати, очень такая прикольная змейка. Она мне очень нравилась. Вдвоем даже. Выбираете карту. И поехали. Ну, змейка это вообще конек. От компании Nokia. У меня еще какие-то старые там телефоны сохранились. Такие, как Siemens A50. Без аккумулятора, правда. Но я думаю, если вставить аккумулятор, он будет работать. Как часики. Потом Siemens ME45. Тоже без аккумулятора, но в принципе должен работать. Siemens ME45. Потом... Кстати, чем примечательно ME45? Тем, что он... А давайте-ка я их сейчас достану и продолжу. Вот достал свои телефончики всякие. Продемонстрировать. Вот Siemens A50, про который я говорил. В принципе, он нормально сохранился. Но, к сожалению, нет аккумулятора. Но если заказать аккумулятор, будет работать как часы. Довольно приятно нажимаются кнопки. Но, честно, A50 телефон такой. В свое время был, скажу честно, шлаковый телефон. Минус его был в том, что у него постоянно трескался корпус. И он на глазах разваливался. Постоянно нужно было менять панельки. И я сказал, что вроде кнопки нажимаются. На самом деле кнопки нажимаются ужасно здесь. Тут можно одновременно две кнопки нажать. Эти резины вообще ужасные. Телефон, на самом деле. Но я с ним долго ходил. Это во времена царствования Nokia 3310 он был. Конечно, Nokia 3310 было намного лучше. Хоть и была старше этого аппарата. Этот Siemens, он уже, конечно, намного получше. А50, ME45. На самом деле это просто отличнейший аппарат для того времени. Он умеет проигрывать mp3 файлы. Тоже без аккумулятора, конечно. Умеет проигрывать mp3 файлы. Не помню, какие там еще функции в нем были. Всякие разнообразные. Тут кнопки уже намного лучше нажимаются. И сам аппарат выполнен намного лучше, чем тот телефон. Зарядник еще старого формата. Потом на Siemens их сделали потоньше. Это еще старый, толстый. Экран такой побольше, чем на А50. Но А50 это бюджетная модель была. Урезанная, это уже такая более... Не знаю, назвать ли ее топовой, можно ли в то время. Может быть и была топовая, не знаю. Такая у меня еще Nokia, неубиваемая просто. И несколько лет. Но, кстати, она не такая старая. Как может показаться. Она цветная даже. Работает много лет. Большой плюс ее в том, что она очень долго держит аккумулятор. Долго держит аккумулятор. Но минус в том, что неудобные кнопки. Плюс в том, что есть выход. 3,5 мм фонарик. И хороший радиоприемник, который можно слушать. Как по громкой связи, так и через наушники в режиме стерео. Такие два сименсы и две Nokia. Ну на этом я думаю закончу. Больше сказать нечего об этом телефоне. С чего все в принципе и началось. Уже и так все по два раза уж сказал. Размусолил, растянул. Кстати, работает он не так шустро. Но, может быть, в то время это было нормой. Бывает, как бы, притормажит, когда что-нибудь заходишь. Например, в Tools, в папку. Нет, тут быстро сейчас среагировал. Но вот ситинг. Не сразу, а так задумывается. Потом так появляется. Это, в принципе, не беда. Так, в принципе, не беда. Не знаю, сейчас сколько здесь оперативной памяти. Почему-то здесь не указано. Но, ладно. Это как бы продолжение видео про музыкальные плееры, которые я не так давно вчера выложил. Это продолжение на тему телефонов. Спасибо, что посмотрели это видео. Но, все-таки нет, я еще сделаю, как бы, такое заключение. То, что этот телефон, в принципе, в свое время был один из лучших. Я считаю. В свое время он был один из лучших. И по качеству сборки. По внутренности, может быть, не самый лучший. Но, по крайней мере, по удобству использования, по качеству сборки он был один из самых лучших. В свое время, повторюсь. Ну, все. На этом я заканчиваю видео. Уже точно спасибо, что посмотрели его. Это длинное, нудное видео. Всем удачи. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok